Всем привет! С вами Ирина. Сегодня мы поговорим о видах кражи. Глагол Rob означает воровать в принципе. Однако при ограблении банка или фирмы с вооруженным нападением используется существительное Robbery. Burglary – тоже ограбление, но без присутствия жертв. Это когда взломали дверь и украли. И без разницы, разнесли дом или украли аккуратно, все равно burglary – домушник, burglar, ограбление само, burglary. Если вы поедете когда-нибудь в Америку, то заметите, что у многих американцев на окнах есть наклейка «Burglar Alarm» – предупреждение, что в этом здании работает охранная сигнализация. Pickpocketing – карманная кража. Pick – дословно подбирать. Pocket – карман. Вот и получается, все, что украли по-тихому – кошелек, часы или деньги – относятся к pickpocketing. Маггинг. Похоже на pickpocketing, но уже открыто и с нападением. Маггинг – это когда силой пытаются отобрать вещи. Как в кино – кошелек или жизнь. Вот вроде милая девочка, а украла из магазина украшения. Кража в магазине – неважно, что украли. Йогурт, дошик, флешку, технику – все это shoplifting. Kidnapping – похищение людей. Может быть, как с целью выкупа, так и в других корыстных целях. Если разобрать слово, то получается kid – ребенок, nap – дремать. И кажется, что слово образовалось от того, что когда-то украли дремлющего ребенка или спящего ребенка. Но на самом деле все не так. Этому слову более 200 лет. И образовалось оно от kid – ребенок, и nab, которое на сленге конца 17 века означало «стащить» или «украсть». Со временем слово преобразовалось и получилось kidnapping. И, наконец, последнее слово. Smuggling – контрабанда, либо провоз чего-либо контрабандным путем. Теперь вы лучше всех разбираетесь в видах кражи. Продолжение следует...